Здравствуйте, товарищи зрители! Сегодня в новом доме, в новой студии у меня в гостях Игорь Александрович. Мои старые зрители, конечно же, знают моего товарища по поводу приборов, которые генерируют водородную воду. Кто-то говорит, что такое водородная вода, мол, это всё глупости, потому что водород в воде и так, аж 2О вроде бы есть водород. Нет, речь идёт про избыточное количество молекулярного водорода, растворённого в воде, который держится, может держаться после определённой технологии генерации некоторое время, до 10-12 часов. А вот что делает такая вода, зачем она нужна, об этом есть тысячи статей на всех языках мира, есть различные общества водородной воды, которые и в Японии, и в США, и так далее. Об этом у меня много видео на канале было, и ссылки, чтобы сейчас не терять на это время, кому будет интересно, кто не в теме, мы оставим под этим видео. Наша сегодняшняя встреча о другом. А вот о чём она? Давайте сейчас я передам слово. Игорь Александрович, добрый день. Добрый день. Расскажите, что вообще мы сегодня зрителям нашим расскажем. Краткое такое предисловие, чтобы люди поняли, интересно ли мы будем смотреть или нет. О чём пойдёт речь сегодня? Прежде чем перейти к сути вопроса, я хотел бы вас поблагодарить за гостеприимство. Ровно год назад я впервые посетил ваше хозяйство. В Пушкинских горах. В Пушкинских горах. И был просто поражён до глубины души тем, что вам удалось там сделать. Какой зимний сад, что я попробовал выращенные на псковской земле папайи. Папайи, значит, лимоны уникального размера, выращенные там. Ну и ваш музей, который вы там создали, это абсолютно уникальный музей, созданный с огромной любовью к родине, ко всему тому, что сделано нашей страной за вот, я имею в виду страной СССР. Начиная с СССР за вот эти долгие годы. Великие достижения нашего строя, нашего народа. А сегодня я впервые посетил ваш объект в Пскове. В самом городе Пскове. В самом городе. И, честно говоря, тут, ну, словами не передать, такие уникальные экспонаты, которые, ну, просто, я не знаю даже слово, как подобрать, значит, любого человека, они приведут восторг, восхищение. И буквально, так сказать, сердце стучит сильнее, когда видишь все эти оригинальные, оригинальные музейные предметы, которые собраны со всего мира, фактически. Почти со всего мира. Об этом я сейчас привык, чтобы, дорогие друзья, вы об этом скоро узнаете, кому будет интересно, на отдельном моем YouTube-канале, который будет открыт именно по этому уникальному объекту, который уже будет, по сути, являться объектом культурного наследия. Кстати, мы находимся в зоне охраны ЮНЕСКО. И то, что построено, это построено, это уникальный музейный, в том числе, комплекс на века, который вот те, кто был у меня, в том числе, там, и губернатор, и мэр, ну, и огромное количество разных людей, культуры, там, прочие разные люди, известные. Они были, конечно, в шоке все. То есть никто, как бы ни рассказать, не могут представить, что это такое. Мы смогли это, я вот смог сделать это за 7 лет, еще идут отделочные и прочие работы. И когда этот объект откроется, это, конечно, вот те даже, кто меня знают по Пушкинским горам, вот потому что я там сделал, кстати, есть такое видео, бросил Москву и построил город будущего в глубинке. Ссылка будет под этим видео, кто не в теме, что же я, вот то, что говорил Александр Александрович в том году был у меня, что я сделал в Пушкинских горах, это 110 километров от Пскова. А вот что здесь сделано, вы увидите на отдельном канале. Извините, я перебил и перейдем уже потом. Да, перейдем к сути тогда, да. Ну, ровно год назад, Юрий Андреевич, мы с вами записали презентацию и представили на российском рынке новейший прибор УВПМ, который уникальный. Таких нет в мире не было и до сих пор нет. По совершенно объективным показателям. Да, прибор. Во-первых, с функцией ультрафиолетовой стерилизации или ультрафиолетовой самоочистки. И во-вторых, или может быть это, во-первых, обе это очень важные вещи, да, рекордная концентрация молекулярного водорода, которая измерена объективно в американской лаборатории H2 Analytics, ведущей в мире с помощью газового хроматографа, то есть точнее некуда, и составляет 6,61 ппм. То есть равных этому показателю приборов нет. Ну, давайте скажем, вот на прошлые поколения были Неопен, до него было Хэллоби. Какие там показатели были? Ну, скажем так, начиная с Хэллоби и Пайна, которые были. Пайна еще раньше. Да, там было так, 1,1,2. Аквапен, это уже был у нас рывок, там было 2,2, 2,5. А Неопен, там было 2,7, 2,8. Ну, а в этом, значит, мы каплями тогда с вами померили, по-моему, первая попытка была около 40, а вторая попытка, по-моему, 46 или 47 капель, значит 47 ппм. 4,7 ппм. Да, 4,7 ппм, да. А самое точное, это газовый хроматограф, там объективно 6,61. Ссылка на этот документ, кто захочет убедиться, что американская лаборатория, их всего несколько в мире, которые могут такие произвести, 2 в мире. Одна в Америке, вторая в Японии. Вот, и этот документ будет приложен. Почему? Вы спросите, зачем такая высокая концентрация? Дорогие друзья, многие писали, сколько же можно пить воды, чтобы... Мы не можем столько воды пить, а у кого-то и заболевания, там почек или еще какие-то, не могут просто в дорогу. Ну, такая работа, что не могут много воды пить. Вот этого вместо 6 стаканов условно можно 2. И человек получит ту же концентрацию, что и 6 стаканов приборов прошлого поколения. Но те наши приборы прошлого поколения, что тоже очень важно сказать, мы коснулись в том видео, ссылку на который я тоже вам оставлю, когда год назад мы снимали у меня в Пушкинских горах и презентовали всем вам вот этот прибор. Дело в том, что, понимаете, вот тоже я прошу никогда не сравнивать это с чем-то, что вы видели где-то. Давайте так, мы, наверное, либо в конце об этом видео поговорим, потому что не всем это интересно, а многие, кто слышали, зачем это еще раз повторять. Просто никогда не сравнивайте, нету аналогов, нету. И на грошки таков не купить то, что на всяких начнут некоторые, Алиэкспресс, еще что-то, господи. Я скажу так, лучше ничего не покупайте, ни наш тогда, ни тот, чем покупать ту гадость, от которой вы здоровье не поправите, а убьете только. Почему? Подробно мы объясняли в каждом вот прошлом, позапрошлом видео. Но может быть повторим в конце. Либо поставим эти отрывки из прошлого видео для ленивых, кто не посмотрит те видео. Но тут в одном ролике, чтобы не прерываться, повторим, почему нельзя покупать вот эту всю дешевку. И почему объективно копейки эти приборы стоить не могут. Вот это сейчас говорить не будем, да, либо в конце видео, либо... Так, теперь что важно еще сказать, значит, вот про... Итак, первое. Здесь рекордная и действительно высокая концентрация чистого молекулярного водорода в этом объеме. Плюс для чего, да, УФ-стерилизация. А для того, некоторые раньше писали, вот когда воду люди оставляют и закрывают крышку, некоторые, там парниковый эффект. И если туда попадали какие-то бактерии, кто-то пил вот так, это ужас. И там, по-моему, слизь, может быть, ну, бактериальные пленки. А у кого-то даже как-то попали споры водорослей, там зеленый стал. Так вот ультрафиолет, это просто стерилизует, уничтожает, дезинфицирует, чтобы никакая зараза внутри не завелась. Ну да. Ну вот прошел год, и можно подвести итоги статистики по качеству, по рекламациям. И ответим на вопросы, которые в течение года у наших клиентов, пользователей, покупателей... Накопились. Накопились. Ну, первое, Юрий Александрович... А, Илья Александрович, очень важно. Вот Игорь Александрович принес тетрадь, он все систематизировал. То есть, действительно, я переправляю всегда ему какие-то, если есть у людей. Не понимать, ну, 90% обращений, это просто люди что-то неправильно делали. Вот это мы тоже вас... Хотя у нас есть инструкция. В электронном виде она... Это... А, он, это прибор. Вот, щелчок. Вышло избыточное давление. Я поясню, это очень важный момент. Большинство людей не читают инструкции. Перед началом использования прибором мы советуем, не поленитесь. Хотя, конечно, тут все интуитивно, но все же прочтите инструкцию. Самая подробная полная инструкция дана не в бумажке с прибором, а она дается в электронном виде под товаром. Да, скажем наперед здесь, что кто захочет приобрести этот прибор, персональный генератор водорода и свободных электронов, отправляемый в любые города России и страны мира, может, пройдя по ссылке прямо под этим видео, которое вы сейчас смотрите, попадете на наш сайт nadgar.ru, на страничку именно этого прибора. Прочтите информацию, но там написано дополнительную информацию, можно скачать, и вот там дана инструкция. Вы ее прочтите перед использованием. Ну, а теперь действительно давайте перейдем к тому, что люди, уже огромный опыт накоплен за этот год, и какие у людей непонимания, какие ошибки, чтобы предостеречь всех остальных пользователей, чтобы не делать такие ошибки. Ну, да. Ну, первонаперво, Юрий Андреевич, хочу сказать, что в течение года мы не получили ни одного замечания, ни одной рекламации, ни одного вопроса о наличии запахов, различных налетов, которые были раньше. Правда. Да. Это означает то, что наша новинка, наша ноу-хау… Там стоит светодиод, очень мощный, причем, ультрафиолетовый светодиод, который… Ультрафиолетовый диапазон. Да, и он уничтожает инфекции любые, но не влияет на свойства воды никак. По теории управления качеством, есть такое понятие при производстве электроники и сложной бытовой техники, как идеальный процент брака. И исторически он опытным путем был выведен и равняется 2%. То есть, это идеальный, да, но жизнь далека от идеала, он может колебаться в реальности и в меньшую, и в большую сторону. Ну, и в интернете можно найти информацию о том, что антирекорд в отрицательном смысле, да, принадлежит, как ни странно, Apple. У них 4% этот брак. А, вы имеете в виду вот эту технику, вот эту, компьютеры и прочее, да? Ну, компьютеры, телефоны, это можно найти информацию в интернете, она доступна. Ну, объективно, да. Да. Некоторые производители прямо, чтобы не заморачиваться с гарантийными ремонтами, они дают своим дистрибьюторам, значит, заказ плюс 2%, чтобы бесплатно меняли. Что мы получили за этот год? Ну, я с глубоким удовлетворением, как говорится, докладываю, что у нас процент брака составил 1,5%. То есть, это означает, что прибор у нас достаточно качественный, рекламация укладывается в допустимый интервал. Вот. И что хочу сказать. Отрадно то, что эти 1,5% – это не 100% наша вина. Здесь, как говорится, и человеческий фактор. То есть, Юрий Андреевич только что сказал, люди не очень-то внимательно читают инструкцию, а некоторые просто не читают, да? Да, очень много не читают. И в результате это приводит к выходу приборов из строя. Какие дефекты и их причины мы выявили за вот этот год эксплуатации приборов? Два фактора у нас. Один механический, второй в электронике. В электронике что бывает? Бывает то, что перестает работать дисплей, он не светится. И при этом прибор самопроизвольно включается, может самопроизвольно, не стоит ли включиться и сам же выключится. Это не потому, что вода попадает туда, да? Совершенно верно. Я просто предположил, что занимается рекламацией. Да, это другого объяснения нет. Значит, компоненты, электронная база очень высокого качества здесь, ни одного отказа не было. А отказы произошли из-за попадания влаги и окисления контактов микросхем, да, которые вот приводят к таким результатам. А как туда попала сразу вопрос вода? Наши пользователи, да, очень люди аккуратные и ухаживают за своими приборами трепетно, да, при этом чересчур трепетно. А именно, они, прибор некоторые ухитряются окунать в воду и мыть его, да, другие ставят под струю крана, да, водопроводного крана. И при этом, так сказать, думают, что прибор чистый, все хорошо. Несмотря на то, что об этом четко указано в инструкции, что этого делать нельзя. Но инструкции люди не читают. Естественно, все люди, рекламация, они заполняют форму, пишут инструкцию, читали, все соблюдали. Мы не спорим. Мы идем навстречу нашим уважаемым клиентам и меняем прибор. Хотя очевидно, что... Хотя очевидна причина. Смотрите, мы-то думали, что идет через отверстие зарядного гнезда, вот. И поэтому заранее, заранее мы сюда вот этот USB разъем поставили влагозащищенный. Он гораздо-гораздо дороже, чем простые. Вот. Вы видите в углу экрана изображение, какое стоит у нас. Так мы еще вдобавок к этому сделали силиконовое кольцо. То есть усилили влагозащищенность этого гнезда. Но выяснилось, что вода нашла другую лазейку, а именно вот эта вот микрощель в дисплее. Понятно. Вот таким вот образом. Как туда попадает вода? Ну, первое, то, что люди начинают мыть, это неправильно. А второе, вот я сейчас вам покажу. Я солью воду. Заранее тут подготовились, так? Да. Залили. И вот смотрите, вот крышка. В крышке находится прокладка силиконовая. Она для чего нужна? Когда идет генерация, создается большое давление, водород старается вырваться наружу. Ну и капельки, брызги стремятся тоже выйти наружу. Их защищает вот эта прокладка. Но иногда бывает так, что люди так крепко закручивают крышку, да, что эта прокладка прикипает к торцу колбы. И люди просто этого не замечают. Каким-то образом смахивают это, да, или она просто упадет. И закручивают уже без нее. При этом начинает, при генерации начинает обильно течь вода. Но люди не прекращают эксплуатацию прибора, хотя надо немедленно прекратить. И об этом написано тоже в инструкции. И некоторые мне пишут, что вот, да, у меня, Игорь Александрович, вот такое дело. У меня прибор стоял, значит, в воде, в луже воды. Вот, что же делать? А потом присылают, что вышел из строя генератор. Мы думали, что это нормально. Такие ответы. Ну, что могу сказать вам сейчас, вот, вместе с Юрием Андреевичем, уважаемые пользователи, наши клиенты, покупатели. Это ненормально. Любая протечка, это ненормально. И надо немедленно остановить эксплуатацию прибора. И что потом? Прочесть инструкцию заново или в первый раз, хотя надо заново, потому что первый раз до эксплуатации. А во вторую очередь написать в службу поддержки. Она у нас тоже на сайте, на страничке сверху в левом углу есть. Можете написать. И вам обязательно, каждому все ответим и проконсультируем. И второй момент. В электронике, да, связанное с электроникой? Это что связано с электроникой. Второе, что люди, по вине людей наших в том числе, да, значит, смотрите, здесь вот тоже есть прокладка. Вот она эта прокладка. Так, силиконовая. Силиконовая. Она тоже иногда может прикипеть вот к этому торцу. Это редко, но бывает. И люди теряют. И опять же, вода начинает течь. И они не прекращают эксплуатацию. Потом рассказывают, что мы так привыкли к водородной воде. Мы без нее жить не можем. И поэтому мы думали, ну вот, пока идет нам запчасть, мы, значит, будем пить. Нет. Просто выходит из строя. Но это вот внутренние наши проблемы, да, как бы ролик, как протекает, вы увидите, тоже здесь будет вставлен. А второй момент, это заводской брак. К сожалению, я признаю честно, да. И завод это признал. Значит, вот. Это где уже сборка идет компонентов. Потому что туда пересадут. Нет, это при производстве вот этой части колбы. То есть, вот эта вот часть, значит, это бесфенольный пластик, да. И он спаивается с этим оксидированным алюминием. И вот есть дефекты пайки, сварки, то есть. И в этих дефектах появляются капельки. Вот вы в ролике вставном видите, как идет капля, и она вот прямо попадает сюда. Таким образом тоже выходит из строя. Если у вас вдруг начинает течь капли, уважаемые наши клиенты, покупатели, первое, немедленно прекратите эксплуатацию. Мы вам вышли бесплатно вот замену этой колбы. И вы будете пользоваться нормальным прибором. Если вы будете продолжать, а вось ничего не будет, вы просто угробите весь прибор. Ну, таких случаев было всего несколько. Это очень большая редкость. Но было. Полтора процента набрали вот в итоге, да, как бы. Эта проблема сейчас уже, поскольку мы ее знаем, она уйдет. Она, да. Завод принял меры, значит, здесь будет порядок. А что касается щели, вот вы видите фотографии, да, завод уже принял меры и установил дополнительную резиночку, да, такое уплотнение. Я думаю, что это проблему решить. Но если у кого-то еще старые приборы, так сказать, старые конструкции остались, имейте в виду, что это не страшно, так сказать, если такое случится, мы поменяем прибор, дело с концу. Причем это ни в каких приборах такого нет, это уже мы так заморачиваемся, чтобы сейчас, учитывая это, внедрить дополнительные технологические вот эти моменты, чтобы в новых партиях прибора уже эта возможность даже теоретически устранить, при том, что люди будут, скажем, халатно даже в какой-то мере относиться вот к тому, о чем мы говорили. Но все предусмотреть, как вы понимаете, потому что люди порой, мы не будем сейчас о редких случаях говорить, когда люди такое творили, что даже об этом говорить не стоит. Есть у меня уже музей приборов, которые люди, ну просто нещадно эксплуатировали, они и... Слушайте, воду ставили в тазике, вот так приборы были. Было так, которые наливали туда и соки, которые пользовались водой железистой, там просто все красного цвета. Сказано, берете воду, пожалуй, кто-то, давайте сразу оговорим, хотите из бутылок, если кто-то покупает бутылку, можно, можно, из-под крана можно, можно, но там хлор это плохо, поэтому надо всегда иметь фильтр. Какую воду можно из-под системы обратного осмоса, можно, и это даже лучший вариант. И эти приборы, в отличие от всех дешевых, реально генерируют водород даже в нулевой жесткости, то есть понятно, что если хоть какие-то соли жесткости есть, хотя бы один процент, то это уже лучше будет генерацией, но даже в системе, то есть в осматической воде, тут происходит генерация и накопление в воде водорода, что вот только в этой модели и может. Ну, кстати говоря, наш рекорд на дистиллированной воде поставлен. Кстати, да, то, что мы снимали, это ведь в том году, у меня же воду брали из-под крана, ну вот на кухне там это видно, и брали именно из краника системы обратного осмоса. Ну, я лично пью дионизированную воду, самая нулевая, и генерация идет великолепно. Это только этот прибор способен на это. Так что по вопросам качества, Юрий Андреевич, по сравнению со всеми приборами, которые были, да, здесь у нас вопросов нет. Это у нас уже пятое или шестое даже поколение приборов, то есть те самые, которые были прошлые, позапозапрошлые, это были хорошие приборы. Нам иногда, вот мне до сих пор приходят письма, и человек спрашивает, а вот что-то про эксплуатацию аквапены, которые 5 лет, 6 назад, 6 лет назад покупали и работают. Рекорд был, помните, палочки H2 Magic были? 10 лет. Вот эти палочки до сих пор у людей работают. Ну, да. Ну, еще один такой нюанс, но это не брак, ничего. Бывает, что для запуска мембраны требуется немножко больше времени, чем, так сказать, 4 часа, которые мы написали в инструкции, да, и приходится ее увлажнять там, ну, так сказать, сутки, там иногда даже больше. Но в любом случае она будет работать, мы консультируем людей, что делать. То есть, если мембрана высохла, прибор без воды стоял и долго, ничего страшного нет, просто заливаете водой, пусть сутки постоит. По качеству, наверное, все. Теперь вопросы, которые возникли за год эксплуатации. Давайте сейчас разберем вопросы, которые от людей приходят и будут еще у других, у новых, новых людей. Вот чтобы их не было, нам вместе это упростит жизнь, и вам, и нам. Сейчас их разберем. Самый частый вопрос. В инструкции написано, нельзя генерировать воду больше двух раз подряд. Вот люди пишут и спрашивают, а как же быть, мы хотим пить всей семьей, я муж, там, мама, теща, да, значит, как же нам быть? Значит, я объясняю, что имеется в виду. Нельзя более двух раз генерировать с закрытой крышкой. У нас есть такие, так сказать, люди, борящиеся за здоровый образ жизни, которые готовы пять раз подряд генерировать, чтобы получить вообще супер рекордную концентрацию. Так вот, для них написано не больше двух раз. Очень важно пояснить, люди точно большинство не поймут, о чем речь. Речь вот еще о чем идет, я сейчас поясню. Вот мы прогенерировали цикл, он есть маленький, короткий, длинный, сейчас не в этом суть. И вот люди обычно открывают крышку, выпивают, а тут два раза подряд, вот что имеется в виду, они не открывают крышку, когда прогенерируют, и нажимают вторичную генерацию, тогда давление еще увеличивается, и это для прибора вредно. Не надо увеличивать сверх конца, куда это делать, тут и так 6,5 ппм. Итак, прогенерировали на маленьком режиме, на длинном режиме, когда вообще концентрация тут колоссальная. И сразу, ну или там через время пейте, но второй раз подряд не нажимаете вторичную генерацию, это делать нельзя. Да, а так, если вы прогенерировали, 10 минут прошло, вы выпили, можете сразу же наливать воду и следующее. Дали второму человеку и сразу три, пока не сядет батарейка, можно беспрерывно. 10 раз стаканов, пожалуйста, генерировать. Вы сбросили давление с помощью открывания крышки. Открыли крышку, выпили, налили в стакан, неважно, сразу сюда воду налили и дальше генерируете. Выпил ваш другой член семьи, опять открыли крышку, выпили, налили, еще раз генерировали, хоть 10 раз подряд. Да, я думаю, что теперь все это все поняли. Это ясно. Теперь что еще? Что еще? Опять, несмотря на то, что все хорошо написано, мы с вами показывали вопросы по включению. Показываю еще раз. Значит, вот включается здесь, вот эта кнопка, она гибридная, то есть она работает и как физическая, и как сенсорная. Когда включается, она работает как физическая, то есть она нет, ну у меня тут я держал долго. Она включается после нажатия, вот нажимается. И удерживается. Удерживается, 3 секунды продержался, раздался сигнал и включился 5-минутный цикл. Отчет назад времени. А потом просто прикоснулся, она как сенсор сработала и включился следующий режим. Второй режим, уже был тот 5-минут условно, это 10-минут. То есть первый режим и запуск прибора, нажатие, удерживание 3 секунды. Второй режим, просто прикоснуться. Чтобы выключить преждевременно, ну вам куда-то бежать надо, да? Вот нажали и прижали. Опять как физическая кнопка работает. Как включается... Ультрафиолетовый стерилизатор. Ультрафиолетовый стерилизатор включается коротким нажатием кнопки. Вот коротко нажали, он включился. Включился на 1 минуту. Для того, чтобы включить... Вот мы его долгим нажатием выключили. Чтобы включить на 3 минуты длинный режим, два коротких нажатия. Раз, два. Вот он будет работать 3 минуты. 3 минуты теперь. То есть или один раз 1 минута, либо два раза 3 минуты. И нажатия короткие. Некоторые нажимают, жмут, держат. Когда ж он петнет, когда начнет. Нет. Здесь надо жать, а здесь просто коротко прикоснуться. И все. Ну давайте выключим. Выключаем длинным нажатием. Длинным нажатием. Все, есть. Так, это второй момент. Это второй момент. Ну, собственно говоря, вот это вот основные вопросы. Да, ну по электричеству мы давно уже говорили, да. 1-2 ампера такие желательно зарядные устройства применять. Хотя, хотя здесь установлена все-таки защита от токов превышения. От токов, да. Но не от самых, не от самых современных, не от самых мощных и самых быстрых зарядок, да. Сейчас уже 80 ватт и более такие зарядные устройства. Такие ни в коем случае не надо. 1-2 ампера. Идеально будет. Учтите, что будете покупать заряд, либо использовать, ну, например, у вас смартфон или для ноутбука. Смотрите, сколько ампер. Если от 1 до 2, то можно заряжать ими этот прибор. Вопрос еще вот какой возникает. Люди обращаются, говорят, вы знаете, прибор работал хорошо, все хорошо, а сейчас нет хлопка. Хотя пузырьки идут, но не так хорошо, но хлопок. Ну, диагноз тут однозначный. Значит, за это время, вот за этот год никакая деградация мембраны невозможна. Теоретически невозможно. Потому что у нас, значит, такие материалы применены, Дипон-117, да, у него совсем другие показатели стойкости, да. Покрытый платиной, несколько слоев, из-за чего и цена реально. Происходит это из-за того, что прибор своевременно не был почищен или был почищен неаккуратно. Имеется в виду, чистка не ультрафиолетовая, потому что ультрафиолет – это органика, а неорганику надо чистить с помощью уксуса либо лимонной кислоты. Поясню, потому что в воде, которую вы туда заливаете, даже если это осмос, вот что такое бидистиллированная вода? Это как раз двойная перегонка осмоса через особые мембраны, когда действительно ничего в воде солей и жёсткости нет. Но даже после обратного осмоса чуть-чуть солей всё равно. А если вы льёте просто из бутылок воду, там же, ну, там может быть серьёзная минерализация. И что тогда происходит? Тогда постепенно при вот этом, ну, это не электролиз, это протонообменная мембрана, но суть в том, что всё равно идёт электрическое поле, нагрев, и происходит осаждение солей. И мембрана постепенно… Мембрана электроника и мембрана. Да, она как в чайнике, вот по аналогии с накипью. И КПД ухудшается, и пузырьки не могут так свободно выходить, потому что поверхность, это вся кальция микро вот этими плёнками, вся закрыта. Ну, в любом случае, это вопрос решаемый, паниковать не надо. Элементарно. Если вы не можете решить сами, пожалуйста, обращайтесь, есть инструкция, как сделать. Ну, во-первых, в инструкции это есть? В инструкции есть штатный, штатный вариант, как надо делать всё время. А у меня ещё в запасе, но я не хочу это, так сказать, на всёобщее обозрение, рецепт, который безнадёжные приборы позволяет восстановить. Значит, этот способ, он применим очень в ограниченном количестве раз. А если я сейчас скажу, народ начнёт это раз в неделю делать, а потом удивляться, что с прибором. Да, поэтому... Штатно написано, всё это можно... Делать всё по инструкции, всё будет нормально. Ну, собственно говоря, вот основные вопросы я осветил. Да, пожалуй, да. Я вот в голову мне не приходит, что ещё можно спросить. Потому что, на самом деле, и то, вот смотрите, пусть превратное, вот это, так сказать, понимание не сложится у вас, это не какие-то проблемы, это люди умудряются вообще в любой сфере жизни такую технику портить, что, ну, любую. И здесь всё очень просто, но такие, ведь у 95-98% людей нет никаких проблем. Ну, есть те, а мы хотим, чтобы ни у кого не было этих проблем, чтобы вы уберегли себя и нервы не тратили, и нам, и вам, себе. То есть, ну, зачем это надо? Поэтому мы решили сделать вот с оказией вот такую вот запись. Но, наверное, не всё. Сейчас мы вам расскажем очень интересную штуку. Наши старые зрители знают, что у нас не только есть вот персональные генераторы водорода, или вот такие проточные системы, ну, когда не надо ждать долгое время, пока прогенерируется маленький объём воды, а когда в режиме реального времени струя течёт, наполняя стакан или графин, буквально за какие-то считанные секунды, это удобнее, конечно, это гораздо дороже. Но есть такие, кому-то это нужно. И такой, ведь большой прибор, стационарно подключенный с собой куда-нибудь в город, в командировку, в гостиницу куда-то там, не повезёшь. А этот сунул чемодан в сумку и повёз. Поэтому надо в идеале иметь и такой, и кто у кого возможности, желания есть, уже серьёзный прибор имеется в виду такой стационарный проточного типа. Но есть ещё один тип и даже, так сказать, возможность получения организмом нашим вот этого уникального антиоксиданта молекулярного водорода, но не через воду, а через дыхание, через воздух. И это очень важная тема, и для кого-то это жизненно необходимая ситуация, когда человек, например, не может пить много воды, когда он вообще практически пить может мало, когда с почками проблема, и это другой способ получения в организм, так скажем, через очень быстрый, через лёгкий и дальше через кровь. Тут через воду, кишечник, желудок, кишечник, а потом через кровь, а это сразу с дыханием быстро. И это идёт сразу, в первую очередь, и к лёгким, к другим внутренним органам очень быстро. Высокие концентрации водорода. Иногда это необходимо. Когда-то у нас были на эту тему видео, но сейчас вот Игорь Александрович решил рассказать, в связи с тем, что долго не было этих приборов, появились, ну, тоже новое поколение таких приборов. Вы видите их сейчас перед собой на экранах. Расскажите об этом. Да, с удовольствием. Я ещё дополню немножко, да. Можно получать молекулярный водород разными способами. Первый, значит, это вода водородная. Второй, если человек в тяжёлом состоянии, он не может ни пить, ни дышать, ему возят внутривенно физраствор, обогащённый молекулярным водородом. Это в клиниках японских применяется. Есть такой в Америке инновационный метод, значит, водородные таблетки. Да. Вот. Там есть, так сказать, на мой взгляд, очень много минусов. Там есть, это 100%. Да. Ну, и вот сейчас мы поговорим о дыхательном водороде, то есть об ингаляторах, с помощью которых можно водородом дышать. Я только одну очень важную вещь скажу. Здесь вот в чём суть. Помимо всего прочего, помимо особых свойств водорода, есть ещё посредственные его положительные действия. Их много тоже, но я про один сейчас скажу. Напомню. В присутствии определённого количества избыточного молекулярного водорода в организме, в крови, кислород тот, который в крови есть определённое тоже содержание, усваивается на 30-40% лучше, чем если нет повышенного содержания молекулярного водорода. Эти опыты проводили и с крысами, и с другими животными. Когда под колпак сажались животные, они дышали, они выделяли много углекислого газа, кислород снижался, и они уже не могли дышать, задыхались. Но туда, в этот колпак, вводили не кислород, а водород. И при том же остаточном количестве кислорода они оживали, и этого остаточного количества кислорода им становилось достаточно, чтобы ещё какое-то время жить. И у кого сейчас низкая сатурация, у кого есть проблемы с кислородом, особенно когда известные эпидемии были, да и по многим другим причинам, это у кого, извините, сосуды холестериновыми бляшками забиты, у кого плохая циркуляция в микрокапиллярах крови, она моментально увеличивается, и насыщение кислорода тканем улучшается, а значит нет некрозов, значит нет, ну вплоть, извините, до гангрены, а таких проблем у многих людей, это просто вот мы так не знаем, а это каждый день людям отрезают, как говорится, ноги, руки, потому что идёт гангрена. В общем, это просто один из нюансов. Водородная вода очень нужна каждому, жаль, многие люди не понимают это до сих пор. До сих пор. Ну, давайте расскажем про дыхание водородом. Ну, есть споры, что лучше водородная вода или, так сказать, дыхательный водород, да. Значит, есть плюсы, есть минусы у одного и у другого метода. Ну, во-первых, водородная вода хороша тем, что вы такой приборчик можете взять с собой и пить водородную воду в любое время. При этом насыщаете организм водой. Ну, во-первых, воду пить надо в любом случае. Ситуацию никто не отменял, да. И плюс ещё молекулярный водород. Как правило, водородные ингаляторы, они приборы большие, да. Значит, с собой не повезёшь. Это, так сказать, процедура. Минимум 30 минут надо дышать, да. Вот. Хотя за это время организм получает в десятки раз больше водорода, да. Но разово, как бы. Это вы можете целый день понемножку, да. А тут разово вы получаете большую дозу. Разница в чём? Водородная вода вначале проходит через желудок, соответственно, печень, да. Кишечник, потом в кровь идёт, идёт в печень. А потом в кровь и кровью разгоняется. При этом часть водорода теряется в этих органах, то есть желудок, кишечник, печень, да. Вот. И остаточная часть уже разносится по всему организму. Если вы дышите водородом, да, то сразу же водород попадает в лёгкие, а из лёгких, соответственно, в кровеносные сосуды и разносится по всему организму. Так как водород имеет свойство, одно из его отличий от других антиоксидатов, то, что он преодолевает гематоэнцефалитный барьер, он попадает в центральную нервную систему, то есть в головной мозг. Поэтому водород в виде газа исключительно хорошо зарекомендовал себя при заболеваниях центральной нервной системы и особенно болезни Альцгеймера. Доступны видео в YouTube, можно посмотреть, да, их много. В основном это японские и корейские видео, как человек садится, значит, с болезнью Альцгеймера, его трясёт всего, да, как бы, и он дышит, правда, не полчаса, а там часами, и в конце концов он, так сказать, приходит в более-менее нормальное состояние. Это доказано, есть медицинские исследования, опубликованы в очень серьёзных медицинских журналах, мирового уровня, это всё доказано. Когда ещё предпочтительнее дышать водородом по сравнению с водородом, с питьём воды? Это в острых случаях. Условно говоря, вы получили какую-то травму, не дай бог, да, значит, у вас сильное кровотечение, которое надо остановить, инсульт, проблема с сердцем, значит, в этих случаях может оказать неоценимую помощь, значит, вот ингаляция водородом. Я не хочу сказать, что это, так сказать, панацея, да, это только в комплексном, так сказать, лечении и манипуляциях при этих проблемах серьёзных, но при всех равных условиях, да, дыхание водородом усиливает все врачебные манипуляции, которые проводятся. Снимает осложнение, ускоряет заживление ран и так далее. Ну и есть исследование очень хорошее, когда при онкологии, да, не будем говорить, что это лечит онкологию, но при прохождении радиотерапии или химиотерапии, да, значительно снижаются побочные явления. Негативные побочные, да. Вплоть до того, что перестают вылезать волосы, да, и улучшается качество жизни. Один совет зрителям. В интернете найдите книгу, прочтите или пролистайте. Хотя бы доктора Гарбузова называется «Йоны водорода лечат рак». Это название книги доктора Гарбузова. Так, идём дальше. Ну, водородная вода, мы её так не будем совсем списывать, да, то, что она попадает в желудок, она даёт эффект... Первое воздействие идёт на желудок и на кишечник, а это очень важно, потому что проблемы сейчас у людей, у 95% это дисбиозы, это различный СИБР, синдром избычно-бактериального, синдром дырявого кишечника, и любые другие проблемы с кишечником. Вот тут как раз, если мы дышим, первое воздействие на лёгкие, это тоже очень важно, но... А здесь на кишечник, ну, на желудок, потом кишечник, это тоже очень важно. Комбинированное применение, это, конечно, идеальная вещь. Идеальный вариант. Понятно, что прибор для воздуха дорогой, он и не может быть дешёвым, но, понимаете, тут уже по возможностям. И это доступен прибор каждому человеку, извините меня, он стоит в 2-3 раза дешевле, чем современный какой-нибудь iPhone, да? В 5 раз дешевле. То есть дороже iPhone, в смысле? В iPhone, да. А вот, то есть прибор дешевле до 5 раз, ну, если новый. Ну, то есть, грубо говоря, даже корейские вот эти iPhone и топатся несопоставимо, и даже дороже, да, по-моему, корейские тоже есть iPhone, всякие Samsung. Нет, нет, там Android, это Android, Юрий Андреевич. А я в этом просто не разбираюсь. У меня, поскольку я не пользуюсь принципиально смартфонами, вот, ну, это я скажу, а то что-то я некомпетентен. Да, я некомпетентен в этом, потому что у меня кнопочные телефоны, я принципиально не пользуюсь ими по определённым... А интернет, если вы спросите, кто-нибудь, тот напишет про Wi-Fi, ай, вот вы же ролики, у меня нет никакого, я противник. У меня везде проводной дорогой, но везде проводной интернет. И это правильно. Ну, это ладно. В любом случае люди покупают... Сейчас у всех есть смартфоны. И почти у всех они дороже, чем стоит этот прибор. И тогда вопрос о вменяемости людей, кто пишет, что это неоправданно или безумно дорого, и всякую гадость. Есть такие люди. А теперь подумайте, у вас есть игрушка эта, которая, в принципе, для жизни вообще не нужна и даже вредна. Лучше в руках эту тыкалку держать как можно меньше. А телефон нужен, чтобы звонить, но он не нужен, чтобы ковыряться. Я то, что нужно по работе, выполняю на компьютере, например, чего и вам советую. Но это бесполезно. Так вот. А вот, ну, для большинства бесполезно. Но стоит он, в любом случае, тыкалка-то ваша, а у вас она есть дороже, чем эта, а эта жизнь спасет и продлит жизнь качественную, бодрую, здоровую на годы, долгие годы. И люди некоторые, несмотря на это объективное, некоторые невменяемые люди говорят, что это дорого, и даже претензии предъявляют. Потому что, видите ли, где-то видели, на каком-нибудь Алиэкспресс дешевле. Они видят, что название одно и то же. Ну, в смысле генератор, водороды, персональный генератор, стакан. И думают, ну, они бога за бороду поймали. Мол, купят дешевле, это будет то же самое. Но если вы хотите иметь онкологию и другие проблемы, то можете покупать. Почему так? Почему, мол, это может спасти, но в том числе уменьшить шанс, кстати, получить рак? Мы даже ссылаемся на исследования врачей, ученых разных, а не просто от себя это говорим. И это факт, это за годы и десятки лет все. Проводород изучено все за десятки лет. Абсолютно это доказано и понятно, как это работает. Но кто-то скажет, что я дешевый куплю, будет то же самое. Нет, дорогие друзья, еще раз, лучше никакой тогда не покупайте. Ждите или когда сможете, вероятно, если ты нормальный. Ладно, скажу, коль мы этого коснулись. Но надо сказать. Дело в том, в чем опасность дешевых приборов. Врут тварью, что там платины покрыты в несколько слоев, либо электролизный блок, либо протоннообменная мембрана, вот те механизмы, которые до них стоят. А почему? Ну, потому что это самое дорогое, что есть в этом приборе. Юрий Андреевич, извиняюсь, я сейчас перебью. Есть у нас дотошные клиенты и пользователи этого прибора. И вот недавно мне позвонил, значит, с Украины наш дилер, да, который сказал, что... Ну, мой представитель на Украине, да. Нашелся один человек, который понес этот прибор в лабораторию, провел спектральный анализ мембраны и нам сказал, да, действительно, титан плюс платин. Платин. А теперь смотрите, как делают хитрости те подонки, которые на грошке такого вам продают. А я объясню, почему прибор может стоить в 5-6 раз дешевле. Может, потому что, ну, тут есть много другого, что стоит. Каждый нюанс, каждый светодиод, вот этот особый, вся эта электроника. Почему он должен стоить эти деньги, а никак не дешевле? А вот в этом-то и суть. Значит, если электролизные пластины, например, если это старые еще технологии пластины, либо мембраны, неважно, не покрыты платины в нескольких слоев, а в сертификат написано все равно, платины покрыты. И они действительно в суд на них не подашь, покрыты. Только знаете как, вы понимаете, что покрыть можно брызг вот так вот и покрыть. И что тогда будет? Ну, номинально вроде покрыто. А бьют-то не по, как говорится, паспорту, а по морде, а по сути-то не покрыто. А теперь внимание, зачем же эта платина нужна? Дело в том, что это единственный металл, которым, если покрыть любой другой металл, ну, конечно, важный титан, ладно, это все копейки, я имею в виду титана относительно общей стоимости, но вот он должен быть покрыт несколькими слоями платины. И только тогда при электролизе ионы металла, атомы не выйдут в воду. Но при электролизе любые другие атомы металла выходят в воду, и вы просто пьете тяжелые металлы и травите себя, травите свой организм. И не дай бог, если это приборы, не будем сейчас фирму называть, как люди раньше любили вот этот катод-анод, живая-мертвая вода, дураки, понакупали себе, а там один не ржавейка, а второй алюминий. Это гарантия онкологии, Альцгеймера, Паркинсона и прочих бед. Вот поэтому лучше, дорогие друзья, вот просто человеческий совет, вот не хотите этот прибор покупать, не надо, но не покупайте ничто, потому что лучше ничто, чем навредить себя, вы навредите, потому что на грош пятаков это не телевизор купить другой модели, но в лучшем случае зрение там испортите, или ничего повезет, просто вот дешевле другой модели, хотя хуже может быть по обозрению, по пикселям, это ладно, я в этом не специалист. Здесь шутки со здоровьем, они очень пагубные, и это делать нельзя категорически. Вы, конечно, поступайте как хотите, я просто в очередной раз, уже в сотый, вот считаю своим долгом это сказать. И просто честно еще бесит тупость людей, еще с такой, знаете, как надменностью и гордостью, что, мол, вот, мол, вы тут, это, хапуги-то, нет, Вася, это просто объективные реалии. И наши, как и видео, для разумных людей, и товары высочайшего качества. И вот действительно находятся люди, которые как только не проверяли, не только касаемые этих, любых наших товаров там и других. И это все объективно самое лучшее. Не может быть самое лучшее, самое безопасное, стоит так же, там, в два раза дешевле, чем гадость, которая по себестоимости дешевле даже, ну, в процентном отношении, гораздо, чем наши приборы к конечной розничной цене. Вот так-то. Вернемся к дыхательному водороду. Давайте. Значит, сейчас получили новейшие приборы, которые очень солидные. Это не дешевая пластмасска, да, они сделаны тоже вот из оксидированного алюминия, корпус, да, на роликах. То есть их можно катать из комнаты в комнату. Они такие увесистые, да, это очень удобно. Например, допустим, кто-то в одной комнате, там, дедушка подышал, да, потом перенесли, перевезли его в комнату, так сказать, к другим членам семьи, да. Вот. Он дает водород сверхвысокой частоты, 99,99% частота. Он может давать 600 миллилитров в минуту молекулярного водорода и 300 миллилитров в минуту молекулярного кислорода. То есть два газа. То есть он еще и кислород. Он и кислород. Я просто сам об этом еще впервые вот слышал. Да, сейчас есть такая теория, набирает обороты, да, хотя она исследована намного меньше, чем по молекулярному водороду. О том, что вот эта смесь водород-кислород, да, так называемые брауновые газы. А, газ брауна. Газ брауна. Ну, это я изучал давно эту тему. Говоря о генерации водорода при... Это такая электроли... Это технология сейчас резонансных генераторов, которые сочетаются с вот этой подачей на огромное количество вот этих пластин, где площадь поверхности этой реакции электрохимической идет очень мощная, для того, чтобы машины ездили на водороде. Именно так. У меня даже на одну было много лет, 10 назад поставлена такая система. Я знаю, о чем речь. Я изучил технологии генератора Брайана Адамса, газа брауна. Там интересная тема. Это правильно, да, и работает. Я просто что хочу в этой связи сказать? Смотрите, я только одно свойство, одно и преимущество здесь скажу. Когда, вот я, например, своей тёщке, когда вот эта К-19 была проблема, вы поняли, о чем речь, а у неё низкая стала сатурация, там с лёгкими проблема, я купил дорогой американский, очень дорогой прибор-генератор кислорода, который очень качественный, давал это спасло ей жизнь, просто реально. Я на полгода чуть ли у кровати не стоял этот прибор, она постоянно дышала, чтобы повысить. У неё был вот этот прибор, который показывает, сколько процентов кислорода в крови. И это спасло жизнь, потому что кто это не делает, там очень многие от этого умерли, реально. Когда этот прибор, дыхание водородом с кислородом, это решает сразу сотни проблем. Любые болезни лёгких. Когда, я уж не говорю, на ИВЛ, когда и плюс это подавать туда, это надо с врачами. И вообще эти приборы, вот товарищи врачи, кто слышит нас сейчас, вы вводите в свои клиники, приобретаете, обязательно вы спасёте многим жизнью. Вы можете в систему их включать, и эти приборы. Что делает изучите водород вместе с кислородом? В принципе, я уже рассказал об этом в прошлых видео. Я подробнее об этом рассказывал, когда в присутствии молекулярного водорода кислород даже нынешнего, от определённого значения, при равных прочих, усваивается гораздо на 30-40% выше, быстрее, лучше, легче, чем если бы не было этого молекулярного водорода в той же крови. Поэтому, вот этот момент учтите. Ну, там много других преимуществ, обо всём мы сейчас не расскажем, но если есть что сказать по нему, то вот... Ну, вот это вот основная... Конечно. Основная характеристика. И ещё, как опция, очки даются, которые, как мотоциклетные очки, значит, они одеваются, и там отверстие, куда входит водород, или смесь водород-кислород. И лежишь, глаза устали, допустим, да, вот у меня, например, насмотрюсь в этот компьютер, телефон по работе, и зрение падает буквально в смыше. Ну, я сам по 10 часов у компьютера зрение спорил. Ну, значит, вам это... Ну, а я сразу скажу, как это работает. Люди вот тоже... Я хотел об этом сказать, но вы говорили, я забыл потом. Не стал, ну, перебивать. Вот мы берём полиэтиленовый пакет, воду вот накачиваем, ну, воздух, закрываем и воду помещаем, и водород выходит в воду. Через любой... Это самые маленькие вот атомы во Вселенной. То есть он проникает везде. И поэтому, когда мы говорим, тут в чём суть, что мы прямо через роговицу, через радужку, то есть проникает через внешние мембраны, водород, и его воздействие, концентрированное здесь, делает то же самое антиоксидантные свойства, улучшает циркуляцию крови в микрокапиллярах, ну, всё то, что мы знаем, что делает водород. Ну, по себе скажу, что эффект колоссальный. Вот час я вот так вот полежу, да, и всё, как бы, глаза как много. Ну, кстати, Александр, без очков, обратили внимание, что в прошлый там... Ну, это комплекс мер, но, тем не менее, это тоже иметь в виду надо. Раньше были очки всегда. Ну, я просто ленюсь, да и потом я не знал только прибор, вот именно новая модель, которая совмещает эти функции, только появилась. Мы, конечно, будем использовать это, во-первых, в нашем спа, в нашем, для наших в отеле. Я извиняюсь, конечно, чтобы люди неправильно не поняли, да, значит, я снял очки не потому, что... Не-не-не, я сказал комплекс мер. Была там операция, плюс для поддержания, потому что, извините меня, деградирующие все процессы идут по-любому. И вот, чтобы их удержать, это как вот... Это же не лечит, вот о чём говорил Александр Паркинсон, нет, конечно, но удерживает на определённом уровне, да. И это просто вот факт. Об этом мы и говорим. То есть чудес нет, это наука. Просто люди это многие не знают, и, к сожалению, многие врачи не понимают до сих пор. Но вы знаете, сколько у нас вот брало врачей? Изумительные, конечно, отзывы, реакции. Их очень много на сайте, и под роликами, и, значит, вот, например... Юрий Андреевич, я, может, перебью, да? Вот один клиент прислал, значит, он купил УВПМ, купил воду УВПМ, и он сходил в лабораторию, там, где делают кровь на тёмнопольный микроскоп. А, ну, да, да. Ну, эритроциты, да, были слипшиеся, выпил. И я пришёл эти фотокарточки, да? У нас есть такой известный блогер, он как раз ест что-то или что-то делает, и каплю крови до и после изучает. И он тоже брал, мы отсылали, тоже сразу результат. Это было ещё даже по прошлым нашим приборам, не только по УВПМ. Ну, я вот конкретно по этому вот тут недавно прислал, я очень... Много интересного люди пишут, мы все случаи не приведём, но... Ещё, Юрий Андреевич, хочу обязательно остановиться на том, что есть горе-продавцы, которые продают водородные бутылки, оснащённые насадкой для дыхательного водорода. Никогда! Ну, вообще, такую фигню не покупать, я уже объяснял, дешёвки не надо, это просто берегите здоровье своё. Но, когда... Почему мы не... Это что, трудно сделать нам крышку и в коробку упаковать с насадкой? Мы это специально не делаем. Объясните, почему? Объясняю, почему. Потому что опубликована, значит, есть формула, как рассчитывается необходимое терапевтическое количество водорода. Значит, с помощью экспериментов доказано, что терапевтический эффект наступает, если человек дышит, концентрация водорода 2-4%. Воздухе. Как теперь рассчитать, значит, производительность конкретного аппарата? Там есть формула, ну, значит, какие показатели туда вводятся? Первое. Человек в среднем дышит 14 раз в минуту. Объём вдыхаемого воздуха 500 мл. Отношение времени вдоха к времени выдоха 1 к 1,3%. 10% на непредвиденные потери и получается, если всё это вставить в формулу, перемножить, получается, для того, чтобы получить минимальное терапевтическое количество водорода, нужен аппарат производительностью 322, вот точно, абсолютно до единицы, 322 мл в минуту. Это даёт 10-20 мл. То есть, в 30-15 раз и более меньше, чем... 10-20 раз меньше. Поэтому это смысла не имеет, опять на грош пятаков. Для этого есть специальные приборы, которые дают нужную, во-первых, чистоту водорода в воздухе без других газов или специально вот с кислородом, но не другие газы, которые уходят и задерживают сазон, там прочее, прочее. И плюс ко всему, значит, уже терапевтическая, правильно подобранная доза, а не то, как кривая вынесет. Для того, чтобы получить, значит, максимальную терапевтическую концентрацию, рассчитанная производительность должна быть 644 мл в минуту. У нас сегодня есть приборы, которые вот 600 дают, то есть это идеальный, просто идеальный, и есть, которые дают минимальную, 300. Ну, они дешевле, как бы, этот дорогой прибор. Я бы, конечно, честно, советовал лучше поднакопить и купить более, просто правильный, вот тот, который дает хорошую лечебную дозировку. Я тоже согласен, я вот этот прибор никогда не использую на 5 минут, если только очень тороплюсь, всегда 10 минут, потому что, если уже получать, то по максимуму. И реже просто пить, вот это все можно. совершенно верно. Вот, такие приборы, значит, идеальная, сверхвысокая частота. Вот это очень важно. дополнительная функция брауновский газ и очки для глаз. Это, я такой прибор лично сейчас, естественно, буду использовать и не только я, и родственникам. И в наш, ну, у меня есть, вот как, отель, там, и там, зона спа, где мы будем тоже для наших клиентов предлагать такую услугу. Кстати, у кого есть тоже спа, отели, какие-то оздоровительные центры, медицинские или просто туристические, там есть зоны какие-то оздоровительные, какой-то вот процедур, используйте. Кстати, у кого тренажерный зал, если вы будете использовать такую технологию, вы увидите, как вырастет продуктивность, энергия, усталости будет меньше, быстрее молочная кислота будет выводиться и там много других. Эффект перетренированности уменьшается. Совершенно верно. То есть, там увидите еще, мы рассказали только как бы основное. По сути, по верхам, какие есть еще преимущества, их много, пишите. Потом будете пользоваться, пишите отзывы. И знаете что? Кто-то вот будет пользоваться, ну, неважно чем, покупает товар вот человек, и он же потом не находит тот ролик. Некоторые вообще чудаки тоже, я поражаюсь, знаете, как пишут? Напишите, кто здесь получил отзыв. Да кто получил отзыв, это будет там через сколько-то месяцев хотя бы, он никогда не вернется к старому видео, уже там десятки выйдут видео новых, куда он будет искать тот ролик, вот я поражаюсь над людьми. Поэтому, дорогие друзья, я советую вам писать, ну, кому не лень, конечно, и под видео, безусловно, но на нашем сайте надгар.ру есть раздел отзывы под каждым видео в ютубе, например, да, везде в аннотации есть этот раздел, нажмете, попадете в этот раздел отзывы, напишите туда свой отзыв, ну, а люди другие почитают там это. Вот такой момент. Ну, что, мы все, в принципе, да, обсудили? Не будем затягивать, достаточно более чем, это очень важное видео, прошу вас, помогите другим коллегам своим, ну, или там родственникам, пошлите ссылку на это видео, пусть посмотрят ваши друзья, коллеги, знакомые, ну, и решают, думают сами, кто захочет приобрести данный персональный генератор водорода свободных электронов, то есть вершину, как говорится, эволюции в этой технике, или проточные системы, или дыхательные, новейшие, вот эти уникальные системы с газом Брауна, в том числе, ну, которые имеют такую функцию, то вы тогда просто-напросто переходите по ссылке под этим видео, нажимаете на соответствующий данный товар, либо раздел, переходите на наш сайт nadgar.ru и там уже автоматически перейдете и читаете, и выбираете, можете приобрести, отправляемые в любые города России и страны мира. Проблем никаких в этом смысле нет. Ждем ваши письма, комментарии и заказы. На этом, пожалуй, на сегодня все. Всего хорошего, до новых встреч. Всего доброго.